Сегодня я приготовил слово на основании недельного чтения. Когда многие выезжают за границу, как Леон часто выезжает, или Женя, то, что сегодня рассказывал, или я еду, спрашивают, что вы там делаете? Чему вы там учите? И многие люди говорят, мы хотим тоже знать, чего вы там учите. Потому что то, что мы делаем здесь, не всегда то же самое делаем там. И то, что мы учим там, это тоже очень интересные вещи. И я о чем хочу говорить сегодня, у нас только здесь один человек присутствует, это Кюрикки, и она уже слышала об этом. Тот же семинар, который я преподал, когда был в Финляндии. И весь этот семинар основан на сегодняшнем недельном чтении. И там я говорил об образах Машиаха в Тории. И есть много образов различных в самой Тории. Кто-то знает, какие образы Машиаха есть в Тории? Кто-то может назвать? Ицхак, и Иосиф, и многие различные жертвы. Какие еще есть образы? Йона, ми-од, еще есть? Иосиф, амар, ну, кен. Жертвы. Есть люди, которые являются прообразами Машиаха. Не из-за того, кем являются эти люди, но из-за того, в каких событиях они оказываются, и их поведение. Например, пророк Йона. Многие не могут понять, как пророк Йона может быть связан с образом Машиаха. Знаете, как он связан? Кто-то знает, как Йона связан с образом Машиаха. Окей, говорят, что он три дня и три ночи пробыл в чреве кита. Но есть намного больше, чем это. Например, когда Господь что-то заповедует делать, почему Йона решил убежать? Настолько ли нам нравится убегать от Бога? И если Йона, он пророк, то почему он не повинуется Богу? Есть очень хороший ответ здесь. Потому что Йона заботился только о своем народе. Он знал, что если Господь помилует город Ниневию, а эти люди были на самом деле большими грешниками. И в то время народ израильский был еще намного более грешниками. И вдруг Ниневия покается, а израильский народ не покается. Тогда Господь накажет народ израильский. И как Он накажет? Накажет народ Израиль, а он посредством других народов. И это то, что произошло на самом деле. Ниневия хазру бачува, Иллюим лёйшми дотам. Ниневия тяне покаялись, и Господь не уничтожил их. Вахареза шо перекзман, эм идкифу от Исраэль, вэ лакху амону нашим лешеви. И потом, спустя какое-то время, они напали на израильтян и взяли их в плен. В мету арбе анашим, за яонышми Иллюим. И так же многие люди умерли, это было наказание от Бога. И то, что мессианское было в Иооне, он был готов отдать свою жизнь за свой народ. Он был готов убежать и умереть. Не послушаться Слова Бога ради своего народа. Это то, что делает Машея. Он был готов отдать себя в жертву, и отдал себя в жертву за все человечество. Мы сегодня будем говорить про недельное чтение Хукат. Как прочитал уже нам Мош, вы можете открыть свои Библии и увидеть первые главы. То, что здесь написано, что Иллюим говорил Господь с Моисеем и со всем народом. Он говорит, это законы Торы. И мы хотим, чтобы мы поняли, что такое Тора. Многие думают, есть такое мнение, что Тора — это сбор законов. Правильно ли это? Является ли Тора сбором законов, и многие из них уже сегодня не актуальны? Что такое Тора? Если мы посмотрим на саму Тору и на то, что в ней написано, мы увидим, что в Торе есть множество заповедей, которые подразделяются на разные группы. Эти группы — это законы постановления и уставы. И есть, между ними существует разница. Что еще связано с Торой? Там есть проклятие благословения, которые Господь дает человеку. И все это в соответствии с тем, как человек себя ведет. Если человек соблюдает заповеди Господа, он получает благословение. Если нет, то он принимает на себя проклятие. И чтобы понять, что такое заповеди, мы видим эти три вещи, уставы по постановлению и законы. Законы — это заповеди, в которых нет особого смысла логического. То есть наш разум не может воспринять, почему мы должны это делать. Они, в них нет логики. Если бы Господь не заповедал определенную, не дал определенный закон, то человеку бы не пришло в голову его делать, потому что там нет логического смысла. Почему вдруг нельзя есть свинину? Или вся эта история, вся церемония с красной коровой, которую мы прочитали. Или такой же с проказой, и церемония похожа. Ты читаешь, и не можешь понять, зачем все это, для чего нам это нужно. Потому что логического смысла там нет. Но Господь по какой-то причине заповедал, и поэтому человек это исполняет. И поэтому ты начинаешь исполнять, потому что так заповедал царь. Постановление. Даже слово, которое на иврите, дает истолкование более истинное и мудрое. Потому что постановление, корнем слова является слово свидетель, кто-то, что что-то видел. И поэтому постановление или свидетельство, это какие-то знаки, которые обозначают события, произошедшие в прошлом. Они выглядят достаточно логичными. Это что-то, что уже прошел народ Израиля, и люди видели этого. И люди могут понять, что было, потому что наш разум это воспринимает. Но с другой стороны, несмотря на то, что все понятно, если бы Господь не заповедал, то люди бы этого не делали. Например, соблюдение субботы. Мы соблюдаем шаббат, потому что Господь так заповедал. Это был конец творения. Шесть дней Господь творил, и в седьмой день Он отдыхал. Поэтому мы понимаем это, здесь есть смысл и есть постановление. Но если бы Господь не заповедал, мы бы не соблюдали. Потому что факт тот, что все остальные народы работали семь дней. Только народ Израиля был первым народом, который шесть дней работал, а в седьмой день отдыхал. И третье — это законы. Это вещи, которые имеют большой логический смысл. Которые заповедуют нам, как относиться друг к другу. Мера за меру. Различные наказания. И даже если бы Господь не заповедал нам эти вещи, мы бы, наверное, где-то поняли, что это вещи важные в отношениях, и их бы делали. Поэтому все эти вещи, заповеди, благословения, проклятия, и все вышесказанное — это и есть Тора. Но у Торы есть также более глубокое значение. Когда мы смотрим на корень слова, мы видим другой смысл. И есть два смысла в этом корне. Первое связано с постановлением, с учением. И первое слово, которое мы видим, учитель, он выходит из этого корня. Что значит учитель? Что он делает? Скажите мне, зачем мы посылаем наших детей в школы? Что мы хотим, чтобы они там делали? Мы хотим, чтобы наши дети получили от учителей знания. Учитель — это тот, кто учит и передает знания ученикам. Он может помочь нам правильно развить наше мышление. Это учитель и слово однокоренное со словом Тора. Но второе слово на русском сложно не найти какую-то связь, но это родитель. Родитель. Какая должность есть у родителя? Это слово также исходит из того же корня. Родитель самого маленького возраста объясняет своим детям, что есть хорошо и что есть плохо. Он объясняет мораль и правильное поведение своим детям. Он дает свой личный пример. И также он учит. И родитель может дать наказание своему ребенку или благословить его. Вы знаете, что часто родители совершают ошибки. Они думают, что учителя полностью их могут заменить. И они пытаются всю свою ответственность спихнуть на учителей. И, например, некоторые думают, что если мы здесь вообще не посылаем в субботнюю школу наших детей, то учителя нас заменят и сделают всю работу. Учитель только передает знания. Но все остальное это обязанность родителей. У родителей огромная ответственность перед Богом. И когда придет время, то Бог спросит, что ты сделал с теми детьми, которыми я дал тебе. Ты направил их в правильном направлении. Ты исполнил свои обязанности. Или взял их и передал другому, чтобы сделали вместо тебя. Родители будут в ответе перед Богом за своих детей. И третье и самое важное, скорее всего, значение этих букв в Юд Рейш Хэй это выстрел. То есть попадание в цель посредством стрелы или другого выстрела. И значение этого слова это попадание в цель. Ты видишь перед собой цель и попадаешь прямо в яблочко. Например, указательный палец, он называется пальцем учителя. И даже на русском это достаточно хороший перевод, что-то, что указывает. Что-то, что показывает нам направление. И что этим пальцем мы можем предупредить других людей. Ты можешь сказать своему ребенку ну-ну-ну, не делай так. Или взрослому человеку. Ты этим пальцем можешь дать направление, сказать человеку иди туда или сюда. И это корень слова Тора. И когда мы собираем все это вместе, мы начинаем понимать значение слова Тора. Потому что Тора это водительство от Бога, которое показывает нам правильную дорогу и правильное направление для того, чтобы мы достигли определенную цель. вы знаете, что слово грех оно высходит из слова грешить. Проигрывать, то есть пропускать цель. Тора это твое направление, ты должен пойти в определенном направлении. А если ты не идешь по той дороге и в том направлении, то ты грешишь. Если ты не достигаешь той цели, которую Бог для тебя поставил, ты грешишь. Потому что в нашей голове грех является чем-то ужасным. Я что-то украл, так я загрешил. Но не только плохие поступки это грех. Если ты не идешь в том направлении, в котором Бог хочет, чтобы ты шел, ты грешишь. Если вы вспомните те слова, которые говорит Исаия в 53 главе, он говорит, все согрешили, все пошли по своему пути. Каждый выбрал свой собственный путь. они не пошли к той цели, которую Господь установил для них. И из-за этого они согрешили. И это значение слова Тора. Но чтобы понять, что это за цель, мы поймем в продолжении. Когда мы пройдем эту недельную главу. И что мы читаем здесь, говорится, вот законы Торы. Подумайте, что здесь говорится, закон Торы. Мы говорили, что есть различные уставы, нелогичные вещи, которые Господь дал. Есть уставы о Песохе. Уставы о других вещах. Написано, это уставы самой Торы. То есть Бог говорит, что я вам сейчас дам и скажу, это сердце самой Торы. это главный всей Торы. говорит, это главный принцип всей Торы. Уставы Торы это основа, на которой все основано. и все что мы читаем про эти уставы, по красную корову, как ее выбирают, как ее приносят в жертву, есть какая-то тайна, что-то, что нам непонятно. Что-то, что мы не можем понять логикой. Все раввины до сегодняшнего дня не могут понять, как человек, который чистый, готовит корову, готовит чистую воду и пепел для этой коровы. все это должно очистить людей, потому что это само по себе является чистым. Но когда он готовит все это, он вдруг оскверняется. Он готовит что-то святое и становится оскверненным. Это большой парадокс. И многие раввины до сегодняшнего дня пытаются понять. И даже написали мидрашим про царя Соломона, который был самым мудрым. Это мидраш, это не настоящий, это типа сказки, это не настоящий рассказ. Но они говорят, что царь Соломон, который был самым мудрым, пытался понять Тору и прочитал различные главы в Торе. И когда подошел к сегодняшней недельной главе к Хукат, он углублялся, изучал, изучал и не смог понять. И говорят, что даже мудрости Соломона не хватило для того, чтобы понять то, что здесь написано. для того, чтобы узнать, какой здесь парадокс. Но Господь дал нам Святого Духа. Есть много людей в нашем мире, которые знали ответ на этот вопрос. Они поняли этот парадокс с помощью Святого Духа. Это то, что мы сегодня поймем. продолжаем читать. Написано скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телец без пороков, у которой нет недостатка и на которой не было ярма. Здесь говорится про рыжую телец 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 коров. Вы знаете, это очень особенное. Мы часто видим в кибуцах или в других разных местах коров. Белых, черных, смешанных, возможно, немного рыжих. Но он говорит, сюда приведи рыжую телец. Почему именно рыжую, красную? Почему не белую, не черную? Что было настолько особенным в этой рыжей корове? в конце мы получим объяснение, почему. Но возможно слово рыжая связано со словами человек или земля. Потому что на иврите это слова однокоренные. Но что должно было произойти, чтобы эта корова была хорошей и подходила? Нужно было сделать некоторые вещи. Во-первых, она должна была быть без всякого недостатка и без порока. Что значит недостаток? Вернее, недостаток, а наивный. Что значит слово наивный? Непорочный. Это значит, что это нечто совершенное и чистое. Когда мы читаем слово непорочный в отношении жертв, это значит, что нет никакого недостатка и порока на их теле. говорится о плотской совершенности того человека. И когда написано, что жертва совершенная, не нужно добавлять, что там нет порока, потому что это и так ясно. и это все, когда говорится о жертвах. человеке. Когда говорится о человеке, и говорится о том, что человек совершенен без недостатка, значит, что нет никакого недостатка в его действиях, в его характере, возможно, в его поведении, в его основах жизни. Морали. И написано, в Танахе есть места, когда написано непорочный сердцем. Это значит, что человек совершенен в своих мыслях. Если мы собираем все это вместе, тогда мы видим прообраз Ешуа. потому что он единственный который был совершенен. Он был совершенен и без грешен с самого начала. Мы часто говорим каждый человек грешит. и есть что он грешен не он грешит не потому что сделал что-то не так, но потому что он изначально родился с грехом. из-за из-за того, что изначально есть грех, то он его и привлекает делать неправильные вещи. А с от Святого Духа есть такое понимание что через семя мужчины передается грех. И это была причина почему Ишуа должен был родиться от Святого Духа без того, чтобы там было вмешательство мужчины. потому что в браке отношения мужчины и женщины не представляют собой ничего плохого. Наоборот это благословение. Но что там происходит что с первого человека с самого первого Адама через семя мужчины передается грех. Из-за этого Ишуа должен был родиться от Святого Духа. Он был без порока, он был совершенным с самого начала. Но и в своей жизни он также не согрешил. Он был совершенен в своих мыслях и в своих действиях. Он был совершенен и был примером своего поведения. единственным человеком который когда-либо жил на этой земле и в совершенстве понимал все что происходит вокруг. Потому что он понимал все то зло которое происходит в мире. И он понимал влияние этого зла и насколько оно сильно. но он умел сохранить себя и не прикасаться к этому злу. Он был на самом деле совершенным. Был без пятна и без порока. И в этих местах Писания мы можем прочитать но драгоценной кровью Машеха как непорочного и чистого агнца. написано непорочного и чистого. Через его кровь мы получили искупление. Но есть еще одно условие. одно из условий на этой корове не должно было быть никакого ерма. Почему ермо это что-то плохое? Потому что ермо символизирует рабство. ты берешь корову возлагаешь на нее ермо и тогда она должна вспахивать землю. Она должна была делать что-то что хочешь ты в независимости от ее желания. Она должна была исполнять желания своего хозяина. А корова которая свободна на которой не было ермо она делает то что хочется ей. С одной стороны да есть кто-то кто несет за нее ответственность он ее кормит он защищает ее но она свободна. То же самое произошло с Иешуа когда он сошел в сердце земли с одной стороны он был под властью отца но он был свободен делать то что хочет он он был свободен в своем выборе и в своих действиях и он сам по своей собственной воле был готов отдать свою жизнь и страдать за других есть стих написано в Иоанне Юд это 10 в 17 стихе написано так возлюбил меня отец для того чтобы я отдал свою душу и забрать ее назад и он говорит что никакой человек у меня не забирает ее но я сам отдаю ее и он говорит в моей власти отдать ее и забрать ее назад исполнил все эти три вещи он был без порока без пятна и на нем не была ерма он отдал свою жизнь по своему собственному выбору есть еще много и мы продолжим говорить об этом в следующий шаббат шаббат